Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. В Сочи начнут развивать агротуризм. Вложений немного, а ресурсы есть. Идею обсудили на общественном совете. Нет договора на обслуживание газового оборудования, значит нет газа. Такое решение мэрия приняла в целях безопасности. В Сочи высадили более 200 эвкалиптов. Экологическая акция приурочена к 60-летию победы над малярией. Кубанские спортсмены отправятся служить в воинские спортподразделения. Одно из них уже есть в Сочи. Главные ворота Юга России под контролем. У Краснодарской таможни новый начальником стал Игорь Коплуновский. Нового руководителя ведомства губернатору Вениамину Кондратьеву представил глава Южного таможенного управления Сергей Пашко. Поздравляя Коплуновского, глава администрации отметил, Краснодарский край – регион стратегический. В этом году через Краснодарскую таможню прошло более 11 миллионов тонн груза. И от того, насколько транспортные ворота будут защищены, зависит экономическая безопасность многих регионов страны. Таможня – это есть ворота грузов, которые езжают в Статский край. И очень важно, чтобы эти ворота были открыты для добросовестных сегодня перевозчиков и закрыты для недобросовестных, то есть для контрафактных. Очень важно, чтобы грузы быстро растамаживались, как говорится, потому что за каждым грузополучателем, скорее всего, стоит бизнес, работающий бизнес. Для нас очень важно, чтобы таможня работала оперативно, качественно, быстро. Краснодарская таможня считается одной из крупнейших на юге России. Ведомство занимает второе место по региону. На эту должность Игорь Коплуновский был переведен приказом Федеральной таможенной службы России. До этого он возглавлял Таганрогскую таможню. Хочу заверить, что сделаю всевозможное, что таможня в крае представила только максимально положительное. Сделаю все для этого. Задачи, которые вы учили, они всегда выполняются. Более того, они прописаны и в стратегии развития таможенной службы, и в соответствующей дорожной карте, утвержденной постановлением правительства. А это именно содействие развития внешнеэкономической деятельности. После общения с губернатором начальник Южного таможенного управления Сергей Пашко по поручению высшего руководства вручил Вениамину Кондратьеву медаль федеральной таможенной службы. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ Счастье под замком. Проблему дольщиков, которые купили квартиры по улицам Жигуленко и Домбайское, обсуждали сегодня в администрации края. Вице-губернатор Юрий Гриценко провел совещание с представителями прокуратуры, мэрии и департамента по надзору в сфере строительства и компаний застройщика. Дома, в которых люди приобрели квартиры, должны были сдать еще в 2015 году, но стройка до сих пор не окончена. Дольщики обратились к властям с просьбой помочь решить их проблему. Мы считаем, что это просто недопустимо. Надо, чтобы все застройщики исполняли свои обязательства исключительно в те сроки, которые прописаны в договорах долевого участия. К большому сожалению, это не единственный дом, но по каждому дому уже разработаны дорожные карты и реализуются не только в отношении строительной компании «Счастье», а на территории Краснодарского края. На 15 декабря администрация города запланировала встречу с дольщиками строительной компании «Счастье». К этому времени будут разработаны дорожные карты по проблемным объектам на улицах Жигуленко и Домбайское. В этих дорожных картах будут прописаны возможные варианты, чтобы побыстрее завершить строительство домов. Каково международное значение Сочи? На этот вопрос пытались ответить члены общественного совета. Очередное заседание состоялось в санатории Черноморья. В Сочи круглогодичный курорт международного класса. Столь высокий статус город приобрел благодаря зимним играм 2014 года. Безусловно, олимпийский бренд и наследие сыграли свою роль в увеличении туристического потока. Но, как отметил глава города Анатолий Пахомов, далеко не главную. Формирование турпродукта и систематическая работа по его продвижению – вот основополагающий успех российского курорта. Интересы проявляют туроператоры Европы, туроператоры Китая, Ирана. И мы очень довольны этим. Но я еще раз повторю, что туризм – это та отрасль, которая в обязательном порядке нуждается в хорошей рекламе. Будут гости – будет и прибыль. Сегодня туризм рассматривается как реальный сектор экономики. Но он требует, безусловно, инвестиций, как бюджетных, так и внебюджетных, над тем, как их привлечь, думают в том числе и законодатели. Федеральная целевая программа по внутреннему и въездному туризму показала свою неэффективность. Сейчас Государственная Дума и правительство рассматривают другие варианты финансирования регионов. И мы сейчас ведем консультацию с правительством, какой другой инструмент и, может быть, по другому принципу, чтобы в бюджеты регионов на развитие туризма в каком-то виде выделялись средства. И второе – нужно, конечно, создавать условия для привлечения внебюджетных инвестиций. Сегодня в Сочи развиты самые разнообразные формы туризма. Морской, горный, событийный, спортивный и даже экстремальный. Есть идея открыть новое направление – агротуризм. Вложений много не потребуется. В распоряжении курорта есть все необходимые ресурсы. Взять хотя бы чайные плантации. Там можно познакомиться со сложным технологическим процессом, вкусить его плоды и заодно поправить здоровье. Этот город создан не только для Олимпиад, не только для больших событий, но и для того, чтобы нормальный, простой человек мог приехать в наш город, в Сочи, и получить очень высокое качество обслуживания, во-первых. И, во-вторых, получить какую-то толику здоровья и новых сил для будущей работы. Туризм – инструмент мира. Вот еще один тезис, обозначенный на общественном совете. Точнее, он был выдвинут несколько ранее в рамках петербургского диалога. Заседание также состоялось в Сочи. Представители России и Германии обсудили, как туризм может сближать людей. Вопрос актуальный, особенно учитывая сегодняшнюю международную обстановку. Объединить страны, по мнению участников, сможет в том числе перекрестный год туризма 2018. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Со мной и обо мне. Именно так называл свою книгу Виталий Игнатенко. Ее презентация состоялась в Москве, а теперь прошла и в Сочи, сразу после общественного совета. Слово Елене Овсециной. Генеральный директор ТАСС, вице-премьер правительства России, пресс-секретарь Михаила Горбачева, главный редактор журнала «Новое время», эти и другие должности в разные годы занимал Виталий Игнатенко. Он и сейчас в гуще событий депутат Законодательного собрания Края. Тем не менее, к 75-летнему юбилею появилось желание подвести некоторые итоги, поделиться своими воспоминаниями, которые бережно хранит память. А вспомнить действительно есть что. Действительно, у Виталия Игнатенко такой интересный жизненный путь, интересная история. И сам он очень интересный человек. Ну а самое главное, он сочинец, и он этим больше всего дорожит. Виталия Игнатенко по праву называют легендой советской и российской журналистики. Свою книгу он скромно презентует как биографические заметки, но в ней отражены некоторые исторические, порой драматические моменты становления новой России. И даже эпизоды развития Сочи в период сталинского правления. Виталий Никитич наш земляк, он здесь родился, он здесь, в общем-то, всегда неразрывно связан с городом Сочи, он почетный гражданин. Он возглавлял общественный совет в период Олимпиады и подготовки к Олимпиаде. И в этой книге многие страницы нашли отражение переплетения города Сочи. Там есть целые разделы о городе Сочи. Автограф-сессия – обязательная часть презентации. Первыми читателями книги станут друзья Игнатенко, представители сочинской власти, депутатского корпуса, журналисты. Горжусь им. Просто такие замечательные люди. Для меня честь большая всем подписать. Виталий Игнатенко признается в автобиографической книге «Только правда и добро». Воспоминания об интересных и значимых людях, будь то Папа Римский или обычный матрос – все, кто оставил добрый след в душе. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сочи впервые стал лидером по подготовке к зиме. Город первым получил паспорт готовности к зимнему сезону среди 44 муниципалитетов края. Теперь важно, чтобы отопительный период прошел без казусов. Об этом говорил накануне первый заместитель главы города Мугдин Чермит на встрече с директором городского хозяйства Николаем Батмановым. В городе идет работа по заключению договоров на содержание внутридомовых приборов учета со специализированными организациями. В соответствии с постановлением правительства, ответственность за содержание газового оборудования возлагается на жильцов. На данный момент на курорте газифицировано 1929 домов, из них в 72 соответствующих документов нет. Связано это в основном со сменой управляющей компании или окончанием срока действия договора. На территории центрального округа 36 таких домов, на территории Хостинского района 27, Адлерский и Лазаревский – 5 и 4 дома. В Лазаревский и Адлер полностью поданы заявки на заключение договоров о ДГО. О необходимости заключения договора жители этих домов предупреждали неоднократно, ведь именно недопонимание либо халатность может привести к несчастным случаям. Тем не менее, в ответ департамент городского хозяйства нередко получает отказы. Однако, подчеркнул первый заместитель главы города, безопасность стоит на первом месте, и этот вопрос необходимо решать как можно быстрее. Впервые город Сочи получил паспорт готовности к зиме. Первым, кстати, среди 44 муниципальных образований края. Вы отметили, что работы еще много. Поэтому, скажите, какие меры воздействия вы готовы принять к тем, кто не заключает договоры? Мы готовим письмо Межрегионгаз в организацию поставщик газа о необходимости ограничения этих домов от газоснабжения. К сожалению, другими средствами у нас не получается добиться положительного результата. В эту пятницу Мугдин-Чермит встретится с жителями, которые отказываются заключать договоры. На встречу будут приглашены и соответствующие контролирующие органы, жилы инспекция и прокуратура. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». Сочинских мошенниц опознала еще одна жертва. Напомню, на прошлой неделе полицейские задержали двух жительниц края. Они представлялись соцработниками и предлагали пожилым людям обменять якобы старые деньги на новые. Сюжет о задержании мошенниц мы показали на прошлой неделе. Через сутки в полицию обратилась еще одна пенсионерка. В задержанных она узнала женщин, которые также уговорили ее обменять купюры. После этого на руках у пожилой сочинки остались так называемые банкноты банка приколов. Немедленно сообщить в полицию пострадавшую уговорил младший брат. Судить надо таких людей. Это же бессовестный такой старенький человек. Вот сейчас он так мучается. Бедненько и плачет. Возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает, если вы не вызывали соцработника или врача, а он настойчиво пытается попасть к вам в дом, скорее всего в дверь стучатся мошенники. Чаще всего мошенники представляются работниками социальной сферы, медицины. Вводят чаще всего пенсионеров, пожилых людей в заблуждение. Предлагают обменять деньги. Либо предлагают какие-то несуществующие услуги. Поэтому если кто-то пострадал от действий указанных лиц, мы просим незамедленно сообщить в полицию по телефону 02. В Сочи высадили более 200 эвкалиптов. Экологическая акция приурочена к 60-летию победы над малярией. Это опасное заболевание было полностью ликвидировано на Черноморском побережье Кавказа благодаря усилиям врача-бактериолога Сергея Соколова. В 1923 году он возглавил сочинскую противомалярийную станцию. По рекомендации Соколова в водоемы курорта выпускали мальков рыбы гамбузии, которая питается личинками малярийного комара. А для сушения заболоченных мест, где водились опасные насекомые, начали высаживать влаголюбивые эвкалипты. Полностью победить малярию в городе смогли только в 1956 году. В Сочи чтят память Сергея Соколова у здания противомалярийной станции в центре курорта установлен бюст выдающегося бактериолога. Продолжаются и высадки эвкалиптов. Накануне новые деревья появились в Эмеретинской низменности. Это место выбрали по двум причинам. Во-первых, это болотистая территория. Она самая подходящая для этих деревьев. И эвкалипты будут выполнять там фактически две функции. Осушать местность и помогать бороться с комарами, которые являются переносчиками малярии. Деревья высаживали врачи, педагоги и школьники. И, соответственно, в Сочи появились две аллеи. Одна с названием «Образование» в Орнитопарке, и вторая ей дали имя «Медицина» в районе отеля «Азимут». Именные деревья посадили мэр Сочи Анатолий Пахомов, замглавы города Ирина Романец и руководители Управления здравоохранения и образования. Эти деревья, эвкалипты, это значит чистый воздух, это значит здоровье, наследие, которое оставляем мы нашему району. Я сам родился в Адлерском районе, вырос здесь сейчас, работаю в поликлинике, которую обслуживает Адлерский район. Поэтому эта аллея – это частичка, скажем так, души каждого из главных врачей. Добавлю, что это далеко не последняя экологическая акция. По заявкам ТОСов сейчас составляют списки пенсионеров, которые готовы посадить эвкалипты у себя во дворах. Им саженцы будут предоставлять бесплатно. И, кстати, стало известно, что на курорте вдоль новой Эмеретинской набережной появится Сосновая аллея. Осталось лишь определиться с тем, какой именно питомник станет поставщиком саженцев. Подведены итоги городских конкурсов, объявленных ко дню рождения Сочи. Заслуженные награды получили лучшие поэты, фотографы, дворники. Определены самые благоустроенные дворы и жилые дома курорта. В гостях у одних из номинантов жильцов многоквартирного дома на улице Лермонтова номер 12 побывала наша съемочная группа. Лучшим 12-й дом на улице Лермонтова признают уже четвертый год подряд. А все потому, говорят жильцы, что в доме есть хозяин, самый инициативный домком. Сам Николай Иванович подчеркивает, таких результатов в доме добились только сообща и благодаря неравнодушным соседям. Одно из последних нововведений в доме – это цифровая система видеонаблюдения. Безопасность жильцов прежде всего. Никаких преступлений нет, никакой наркоты нет, абсолютно денег нет. Чистота и порядок. Люди довольные, люди даже квартиры не закрывают на замок, выходя куда-то. Ну, охраняются, во-первых, по периметру, которые все стоят. Вот, и в подъездах стоят. Выполнены здесь и все остальные требования, предъявляемые к жилым домам. Сигнализация, домофоны, пожарные щиты. Позаботились жильцы и об уюте, как в подъездах, так и во дворе. Лавочки, саженцы, малоархитектурные формы и подсветка. За счет таких мелочей дом действительно стал родным, говорят сочинцы. А вот благодаря ремонтным работам – лучшим. В новый кабель затянули мы. Обошлось нам всего 140 тысяч. Весь дом, можете представить, с поэтажными щитками. А так, если взять, выходить на коммерческую структуру и брать, надеяться на кого-то, это порядка 300 тысяч будет. А мы обошлись такой суммой. Также водоснабжение переделали полностью на 80 тысяч. Люди иммобилизовались, люди сами делаем за счет, порядок наводим, как полаза. Для себя живем. Для себя именно, ни для каких красных слов, ни для каких там номинаций. 12-й дом на Лермонтово все же стал номинантом. Такой хозяйский подход члены жюри оценили по заслугам. Награду домкому вручили на торжественном мероприятии, где собрались жители лучших по результатам городского конкурса «Домов Сочи». Тема благоустройства – одна из актуальных на курорте, отметил первый заместитель главы города. Но пока о санитарном состоянии дворов, улиц и домов заботятся далеко не все горожане, подчеркивает Мугдин Чермит. Да и на общегородские субботники зачастую выходят муниципальные служащие. Если каждый из нас не включится в эту работу, то мы будем жить, как живем сейчас. А сейчас мы живем не очень чисто. Мы все равно на пути к совершенству. Мы никогда не будем падать духом. У нас есть мощная команда, которая во главе с неутомимым Анатолием Николаевичем все равно будет чистить город, все равно будет убирать. Конкурс, итоги которого мы сегодня подводим, призван еще раз показать городу, показать каждому району, показать всем нашим ТОСовцам, показать руководителям управляющих компаний, что можно жить лучше и нужно жить лучше. Что же касается активистов и победителей городских конкурсов, то на достигнутом они не останавливаются. В следующем году 12-й дом по улице Лермонтова планирует претендовать на участие в конкурсе «Лучший двор». Мечта жильцов – разбить на придомовой территории парковую зону со светом музыкальным фонтаном. К слову, первые шаги к мечте уже сделаны. Галина Моисеева, Инка Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». У Сочи появились новые перспективы в решении проблемы утилизации мусора. Об этом заявил депутат Государственной думы Константин Затулин на встречу с представителями городского союза журналистов. Народный избранник поделился последними новостями из Нижней палаты парламента, а также отчитался о работе по выполнению наказов избирателей. По мнению Затулин, отчет о проделанной работе для депутата, вещь обязательная и подобные встречи он намерен проводить регулярно. Депутат Государственной думы от Сочи первым делом возвращается к своей предвыборной программе по пунктам, напоминает об обещаниях и проводит анализ. «Добиться прямого финансирования города-курорта Сочи с бюджета Российской Федерации. Этот пункт на данный момент, конечно, провести в бюджете 2017 года невозможно, поскольку бюджет подготовлен. Но я считаю своим долгом начать по этому поводу работу, с тем, чтобы в 2018 году это уже было серьезной темой для обсуждения». Слишком мало времени прошло для подведения итогов, но первые шаги уже сделаны. Народный избранник заявляет, что начал активную работу по решению наболевшей мусорной проблемы на курорте. Сейчас рассматривается вопрос строительства современного завода, экологически безвредного и способного перерабатывать мусор в электроэнергию. Реализацией такого проекта в ряде российских регионов занимается корпорация Ростехнологии. Затуллин обратился к ее руководству с просьбой включить в этот план и город Сочи. Он намерен предпринять все меры для того, чтобы заявка была принята. «Если край не будет против, по крайней мере, то в этом случае, после принятия правил, которые сейчас внесены в правительство, мы приступаем к проектированию такого завода, к выделению земли и так далее, под проектирование такого завода в Сочи». В сфере образования тоже грядут перемены. В данный момент идут переговоры по поводу строительства школы на улице Ландышева и в микрорайоне Мамайка. «Школы, которые у нас строят в России, то есть она примерно в три раза дороже. То есть речь идет о сумме миллиард сквозьиков для того, чтобы построить эту школу. Но школу эту строить надо, она обещана многократно, вы знаете». Такой суммы городской бюджет не потянет, поэтому Константин Затулин совместно с городским руководством в ближайшее время проведет переговоры с Министерством образования, чтобы включить проект строительства школы на Мамайке в федеральную адресную программу. Есть подвижки в вопросе газификации военного городка в поселке Учдыры. Константин Затулин подкрепляет свои заявления документами, запросами и официальными ответами. Во время встречи с журналистами депутат поделился последними новостями из Государственной Думы. Там сейчас горячая пора. Полным ходом идет работа над федеральным бюджетом. Следующий отчет о проделанной работе Затулин представит через месяц. И к другим новостям. В Сочи девушка-колясочница прыгнула с высоты 207 метров. Юлия Комина живет в Москве. Курирует социальный проект по адаптации людей с инвалидностью. Еще в августе она приехала в Сочи совершить полет с высоты 207 метров. Наспор с другом. Оказалось, что все не так просто. У Юлии перелом позвоночника после аварии на мотоцикле. Травма давняя, поэтому Юлии предложили сначала попробовать свои силы на Банжи 69. В итоге с этой высоты она совершила больше 15 прыжков. Когда инструкторы решили, что девушка готова, ее допустили к следующей высоте. Смелую девушку нес по мосту на руках почетный эскорт. После небольшого совещания выбрали самый безопасный способ прыжка. И долгожданный полет все-таки состоялся. Кубанские спортсмены отправятся служить в воинские спортподразделения. Одно из них уже есть в Сочи. С призывниками спортсменами, которые поедут на службу, пообщался глава региона. Вениамин Кондратьев прибыл на сборный пункт военного комиссариата Краснодарского края. В спортподразделения попадают ребята, которые уже добились значительных успехов в спорте и имеют высокие звания. Как отметил губернатор, главное, чтобы отдавая долг родине, спортсмены не потеряли физическую форму и впоследствии могли и дальше завоевывать призовые места. Армия – это школа жизни, безусловно. А теперь это школа спортивного мастерства. Будете ли вы профессиональными спортсменами, будете улететь. В любом случае, вы уже в определенной части дорогу себе в жизни определили. То есть это спорт. Не важно, что это будет. Спорт высоких затяжений, не просто спорт. Или вы уйдете потом преподавать. Важна сама возможность, о чем мы говорим. И сегодня возможность это есть. То есть оставаться в спорте, оставаться спортом. Потому что вы сегодня уже профессионал. Вы сегодня профессионал в спорте. Всего в России сформировано 4 спорт-роты. Они находятся в Балашихе, Санкт-Петербурге, Самаре и Сочи. Сочинский центр подготовки национальных сборных команд по футболу «Спутник Спорт» отметил свое десятилетие. В спорткомплексе прошел день открытых дверей. А на самих полях, как и полагается, праздничный футбольный турнир. Расскажет Инга Габешия. Как еще отмечать десятилетие «Спутник Спорта», если не футбольным матчем? Здесь круглый год проводят тренировочные сборы команды самого разного уровня. Ну а в день рождения на поле вышли партнеры спортивного центра. Это сами юбиляры команда «Спутника», сборная арены 2018, которая осуществляет строительный контроль всех работ по подготовке к Мундиалю, компания «Южное море», которая обеспечивает питанием спортсменов, и сборная тренеров и футбольных арбитров. Среди них и известный защитник московского ЦСКА, ныне тренер Элвер Рахимич. Я первый раз, честно, здесь, и, конечно, удивился очень много, и многому здесь очень много сделали, построили, и, конечно, это очень большой плюс для футбола. Конечно, с позитивом отреагировал на это. Пришли, играли, получили массу удовольствия, эмоций, так что очень хороший турнир. Победителями турнира, конечно, стали профессионалы. Кубок десятилетия у команды тренеров и арбитров. Серебро у виновников торжества, остальным вручили подарочные сертификаты от сочинского оздоровительного комплекса «Спутник». За этим юбилеем стоят очень много людей, очень много известных людей, во главе с Виталием Ильичем Мутко, потому что учредителями нашего предприятия являются Российский футбольный союз, оздоровительный комплекс «Спутник» и «Спортсервис Интернешнл». Вот эти вот три таких хороших партнера и игрока в мире спорта, они действительно сделали хорошую, добрую такую тренировочную базу. Десятилетие «Спутник Спорт» встретил в новом статусе официальной тренировочной площадки «Бас-команд Чемпионата мира-2018». Новое поле, соответствующее стандартам FIFA, уже готово. Здесь будут готовиться команды, это с мая 2018 года, пока еще сборная не определена. Сейчас мы будем беречь, и учебно-тренировочный сбор будет проходить вот на другом секторе, на газоне, который мы тоже восстановили. Поэтому, собственно, без отрывов для производства. Так что мы разрастаемся, смотрим вперед с оптимизмом. Все это уже в ближайшем будущем. Ну а праздничный турнир завершился угощением всех гостей и участников большим тортом. Конечно, тоже в виде футбольного поля. Инга Габиша и Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ура! На завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр «Грант». В одном месте представлены материалы для отделки стен, напольные покрытия, мебель, климатическое оборудование и многое другое. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.